Приветствую вас Инна, и для начала думаю необходимо все-таки поговорить с вашей дочерью. Объективно она настроена против вас, так как чувствовала от него негативную реакцию, идущую за время ее встреч с ним, и сейчас это просто-напросто подтвердает. Соответственно вам необходимо как раз таки с дочерью вести разговоры относительно папы, но не как таковые они, а сначала выяснить почему дочь так сильно привлекает ему негатив. Что ее видит. А вам, как матери, она скорее всего доверится. Она вам доверится, она вам раскроется и скажет. И вот тогда, когда она скажет, вам наверно будет объяснить ей почему происходит так, а не иначе. Обязательно дать ей понять, что отец ее любит. Как бы там, что бы там ни было, но отец ее любит. Об этом она должна быть уверена. И постараться объяснить проблемы, которые она видит в отношении к нему. Сейчас вам важно именно от дочери забыть, потому что именно ее реакция на отца это плохо. Это может впоследствии очень сильно на нее повлиять. И поскольку к детскому психологу сейчас обращаться смысла нет, потому что он не поможет, то важно не только смотреть, она разговаривает со своей дочерью. Пытаться выяснить, что ее беспокоит, чего она боится. И вот тогда, когда вы это понимаете, вы сможете действовать в верном направлении. То, мне кажется, отца с ним разговаривать, наверное, бесполезно, потому что он в силу того, что всегда от нее отстранялся, всегда держал по стороне и, в общем-то, поступал не очень хорошо по отношению к ней, участвуя в развитии имущества, которое, в общем-то, было нужно вам. Ну, вам, потому что вы все-таки с ребенком. И я думаю, что он не заинтересован в том, чтобы принимать реально конкретные шаги для улучшения снеотношений. По сути, он будет, так, играть такую гостевую роль, но при этом ничего большего делать он не будет. Это, опять-таки, его право, это, опять-таки, его выбор, и заставить человека делать что-то против его воли нельзя. Особенно в отношении ребенка, который чувствует фальш. Поэтому лучше быстро он будет делать то, что действительно он сможет, то, что в его возможностях, в его силах, то, что его не напрягает, но при этом будет от души, будет достаточно искренне, и это лучше, чем ничего. Но вот с дочерью вам нужно поговорить и выяснить все-таки, какие причины заставляют ее все себя подносить, а не указывая так. А может быть, она просто считает его чужим человеком. Может быть, он ассоциируется с каким-то неприятным переживанием, может быть, еще что-то. Но вам нужно что-то выяснить. Выяснить и дать объяснение до тех пор, пока это не переносло в комплекс. Потому что в будущем, если это переживание не найдет выхода, если вы не сможете как-то его выявить, понять и объяснить вашей дочери, то это может превратиться в комплекс, и комплекс, соответственно, будет влиять негативно на жизнь вашего ребенка. Чтобы этого не переносло, нужно разговаривать, нужно выяснять. Причем настраиваться здесь нужно на диалог относительно долгий. То есть, ну, за один раз все не получится выйти, нужно постепенно, 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 постепенно. Вот. Говорить, разговаривать еще. И чтобы она понимала, ну, чтобы она понимала, привыкала, когда идти к этой теме. Вот. Тогда вам, я думаю, все будет, все будет понятно. Надеюсь, вам помог. Я просто скажу вопрос, обращайтесь в личку. Когда помогу, все объясню, расскажу. Благодарю вам и дальше. И всего. Продолжение следует.